Крушение самолёта Л-410 в Татарстане стало седьмой российской авиакатастрофой с начала года, в которой погибли пять и более человек. Является ли это чёрной полосой в российской авиации? Каковы причины и что об этом говорит статистика? Вообще-то, мировая авиация становится всё более безопасной. По статистике, число серьёзных авиапроисшествий, авиакатастроф на миллион полётов снижается год от года. По данным независимого веб-сайта Aviation Safety Network, в 2021 году в мире произошло 16 крупных авиакатастроф, из них шесть в России. Причём это число не включает разбившийся в Турции военный гидросамолёт Бе-200. И это не самый плохой год для российской авиации. Хуже всего дела обстояли в 2011 году, тогда, по данным того же источника, в России произошло 8 авиакатастроф. Эти авиакатастрофы очень сложно обобщить. Ну вот, например, Бе-200 тушил пожар, это очень сложная лётная работа на небольшой высоте в сложных условиях. Ил-112В был экспериментальной машиной, он готовился к авиашоу, была хорошая погода, но эта машина ещё не прошла цикл лётных испытаний. Только три из семи авиакатастроф произошли с самолётами гражданской авиации. Но, тем не менее, какие-то общие детали можно отследить. Четыре самолёта из тех, которые участвовали в крупных авиакатастрофах в 2021 году, были построены ещё в Советском Союзе в период с 1979 по 1989 годы. Тем не менее, авиационные эксперты говорят, что это никак не влияет на безопасность. Все самолёты, допущенные к полётам, одинаково безопасны и одинаково надёжны. Дело лишь в том, сколько денег вкладывается в то, чтобы поддерживать их в лётном состоянии. Расследования авиационных катастроф в России пока не завершены. Это требует большего времени, их итоги пока не опубликовались. Но обычно авиационные происшествия случаются не по какой-то одной причине. К ним приводит сумма факторов, какая-то последовательность событий. По мнению экспертов, такой всплеск авиационных происшествий в России можно объяснить просто чёрной полосой. Они говорят, что можно вложить сколько угодно много средств и усилий в том, чтобы поддерживать надёжность и безопасность авиационной техники. Но спрогнозировать, когда произойдёт нештатная ситуация, невозможно. И иногда в авиации аварии происходят просто в один небольшой отрезок времени. В 2021 году в России произошло 39 авиапроисшествий. 7 из них — это крупные авиакатастрофы, в каждой из которых погибло по 5 и больше человек. Но всего за неполные 10 месяцев в России произошла 21 авиакатастрофа. 21 авиационное происшествие, в которых погибли люди. Просто большая их часть произошла с небольшими самолётами и вертолётами авиации общего назначения.